Микс Ньюс Утро на Болткоме Утро у нас не простое, у нас, к всему прочему, сегодня утро еще и пятничное, а значит личное утро, и мы решили, что в пятницу нужно было бы как-то поговорить, может быть, о чем-то менее таком, знаете ли, насыщенном и политическом, и поэтому сегодня у нас в гостях известная певица Диана Пиракс, известная фамилия, потому что певица потомственная, Музыкант потомственный, мы очень хорошо знаем ее маму, это Ольга Пиракс, и вообще Диану я знаю с детства, и как-то реже мы сегодня, в последнее время встречаемся, как говорится, встречаемся в большей степени на свадьбах, когда какие-то мероприятия, Диана очень востребована в музыкальном мире, в нашей столице, в нашей республике, ну и вот сегодня Дианочка согласилась прийти к нам сегодня в гости, причем не одна пришла, а со своим супругом, давайте как-то здороваться, Диана, привет! Привет, доброе утро, доброе утро всем! Бонжорно! Бонжорно! Латвия, я очень рада сегодня побывать здесь, в этой замечательной студии, радио Болтком, конечно же, поменялось много, очень изменилось в моей жизни и также в профессиональном мире, потому что я надеюсь, что я уже как бы достигаю других высот и осваиваю немножко другие жанры. Вот все по порядку, давай, потому что мы, честно говоря, с тобой не виделись и поговорим мы сегодня еще о том, как живут музыканты в сфере происходящих событий в нашей жизни, имеется в виду этот коронавирус, будь он не ладен, много ли работы, мало ли работы, какие-то полезные, может быть, моменты, давайте говорить о положительных моментах из этой ситуации, которые можно было бы извлечь. Ну, скажи, пожалуйста, ты говоришь, если бы мы, например, говорили о сегодняшней твоей карьере, насколько она как бы связана с творчеством тем, которое, ну что ли, мама тебе как бы дала возможность, мешает ли фамилия твоя тебе сегодня, в сегодняшнем дне реализовываться самостоятельно? Или ты все-таки чувствуешь, что ты все-таки являешься наследием каким-то? В принципе, я могу сказать однозначно, что не мешает, конечно же, помогает, потому что у нас семейный подряд, у меня бабушка тоже выступала и выступала не на таких маленьких сценах, а на больших сценах Латвии, но это было не так, допустим, не было в то время настолько это популярно, там, снимать, там, выкладывать, не было соцсетей. Но она была популярна в своих кругах, она работала с замечательными нашими композиторами, в том числе, я думаю, все знают Бориса Резника, да? Безусловно. Ну, конечно же. В том числе Анатолий Хваницкий, это человек, с которым я сейчас работаю, и мы знакомы, ну, все музыканты знакомы, а вот отец Анатолия Хваницкого, Владимир Хваницкий, как раз-таки и работал с моей бабушкой. Поэтому фамилия Пирекс, конечно же, это для меня, ну, уже, так скажем, ну, я бы сказала, что это уже как бы стержень моей профессиональной, так скажем, деятельности. Я не могу уже дальше выступать, нести эту фамилию где-то, так скажем, ну, не знаю, опозориться, что ли, в музыкальном, да, вот, плане. Потому что у меня сын уже поет, уже дочка учится в музыкальной школе и поет. Я думаю, что скоро, буквально вот через какие-то там полгода, моя дочка, может быть, тоже запишет и песню, что вот недавно записал сын песню. Вот, очень интересно. Связь поколений. Да, да, да. Ну, хорошо, а вот как меняются тенденции современного мира, если мы проследим вот эту вот потомственную связь поколений сегодня, ты уже достаточно сформированный, сформировавшийся музыкант. И есть ли какая-то вот эта вот музыкальная связь по стилистике или все-таки новые времена, они диктуют тебе работать в каком-то другом жанре? Ну, конечно, хороший вопрос, спасибо за вопрос, потому что на самом деле на данный момент в Латвии, в Италии, так как я живу не только в Латвии, я еще параллельно путешествую, живу и, так скажем, это Италия. Ну, не будем говорить, что во всей Италии, да, это Сицилия. Конкретно мы затрагиваем тему Мальты, потому что я считаю сейчас резидентом Мальты, и у меня очень много вообще появилось разноплановых песен в репертуаре, потому что на Мальте то, что слушают люди, это совершенно отличается от репертуара в Латвии. Это не секрет, и для того, чтобы пробиться на рынке вот в Италии или на Мальте, тебе нужно обязательно и петь и на английском, и на итальянском, да, потому что на Мальте сейчас живут очень много итальянцев, да, ну, так как это остров, и всем понятно, что Сицилия недалеко от Мальты, там же, где мы познакомились с Микелом, между прочим, подвожу плавно, да. Вот тут нужно было бы задать специальный вопрос. Это не только джаз, латино, но и популярная музыка, да. Музыка, она вообще с любовью очень как-то связана, и, может быть, расскажи вкратце свой лав-стори, как вы познакомились, и я так понимаю, что теперь у тебя география выступления, она гораздо шире, нежели чем просто Латвия. Да, я сразу скажу, что мы живем в гражданском браке, ну, какая сейчас разница, есть кольцо, нет кольца, есть обручальное кольцо, и, конечно же, есть непростое, да, причем которое подарила мне его мама, ему 50 лет этому кольцу. И, на самом деле, я очень благодарна судьбе, потому что я прилетела на Мальту 1 ноября, и 1 же ноября впервые я прилетела на этот остров, шикарный, красивый остров, познакомилась в караоке-клубе с певцом, который меня покорил. Но он, на самом деле, не занимается настолько профессионально, как вот многие думают, что он такой профессиональный певец. Многие считают, что это профессионально. Я говорю, нет, ему еще надо учиться. Я как педагог говорю об этом, и, конечно, он об этом понимает. И мы познакомились в 1 ноября, значит, в караоке-клубе, где Микела пел замечательную песню «Нессон Дорма». Надо было бы отметить, что у Микелы школа вокальная классическая. Итальянская, классическая, да. Я потому что слышал несколько выступлений Микела на Фейсбуке. А ты слышал, да? А, ясно. Классическим голосом, все очень красиво. Эту историю, которую ты сейчас рассказывал, я слышал о твоей маме. Причем это было как раз трехвом. Она говорит, вот, все, опять она уехала, и все, теперь она выходит замуж. Ну, мама такая, как и мама рассказывает. Мамочку хочу поздравить с днем рождения еще раз, потому что у нее вот буквально позавчера был день рождения, мы были в семейном таком семейном кругу. Я просто, ну, каждый раз пользуясь случаем, напоминаю, что моя мама, она прекрасная певица, замечательная женщина, красавица. И я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе здоровья крепкого, и чтобы у тебя все всегда получалось. Ну, отлично. Да, здоровье тут действительно очень важно. Хорошо, ну, если говорить о той самой пандемии, которая накрыла интертаймент, назовем его так, как это отразилось на твоей деятельности, на творчестве и на работе? На творчестве, конечно, отразилось, ну, март, апрель, май, конечно, были пустыми. Не было ни... Я не могла никуда улететь, потому что у нас были гастроли во Франции, я должна была улететь. И у нас уже были билеты на руках, все отменилось. Но, знаешь, каждому времени, каждому отрезку, я считаю, есть, так скажем, ну, может быть, есть и положительные моменты, и негативные. Негативные то, что, да, отменились концерты, я потеряла какие-то... Ну, не буду говорить, что я вообще меркантильный человек. Для меня музыка – это хобби, в первую очередь. И я, когда работаю, я получаю огромнейшее удовольствие, когда я пою. И для меня иногда даже кажется, что вот еще люди платят деньги, да, когда ты поешь, думаешь, какой же кайф заниматься музыкой. И я так поняла, что вот я побыла больше с семьей, с детками. Детки не ходили в садик, да, в школу. В школу сейчас дистанционное у нас обучение. В принципе, я довольна. Я даже думаю, что я ничего такого сильного не потеряла. Я думаю, что это круто, когда ты можешь быть с семьей, да, потому что, на самом деле, моя карьера, она, ну, вынуждена. Она меня, как бы, ты сам понимаешь, пятница, суббота, я не дома, и вечер у меня концерты, я не могу быть с семьей, или утром рано встать, детей откисти, там, заоборот, допустим. А что для тебя важнее? Рост в карьере или все-таки семейная какая-то идиллия? На данный момент у меня как-то так все складывается параллельно. То есть и семья, и работа, это все параллельно. Я стараюсь, как бы, если вот компенсировать, да, если я где-то на работе задерживаюсь больше какой-то недели, то следующую неделю я пытаюсь спланировать меньше репетиций, меньше встреч, чтобы быть больше с детьми, и, конечно, с Микелло. И ты вот сейчас сказал такую очень интересную мысль, что для тебя, будучи профессиональной певицей, для тебя все-таки музыка – это в большей степени хобби. Да, это совершенно правда, так и есть. Вот объяснись, потому что это такая дилемма, эти вопросы очень часто обсуждаются между людьми творческими, потому что люди, которые выходят на профессиональный уровень, они это уже делают, они уже работают. А люди, которые все-таки, будучи профессионалами, не обретая какие-то профессиональные скиллы, они все-таки любят свое дело и остаются любителями в глубине души. Это вопрос утверждения себя в искусстве или искусства в себе. Какой путь тебе больше нравится или ближе? На данный момент я уже сформировала пять проектов. Я пою на восьми языках. У меня есть проект латино, у меня есть проект джазовый, причем не один, несколько. У меня есть проект по популярной музыке. То есть фактически я свою уже так сделала конструкцию в музыке. Есть определенные составы, почему я тоже и работаю, и выступаю. Потому что не все люди любят классику, не все люди любят джаз. Кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. Но мы же все разные, поэтому мы живем и рождаемся в этом мире, чтобы друг друга сближать как плюс и минус. Мир интересен в разнообразии, это мы знаем. А ты вот себя считаешь какой певицей? Джазовой, эстрадной певицей? Кто ты? Ой, эстрада, вообще для меня эстрада, это уже слово такое неприемлемое. Я как бы не считаю, я как вокалист разноплановая однозначно. Ты можешь петь все. Я могу петь все. Даже уже в последнее время и классическую музыку. Я почему говорю, что поменялось немножко в моей тоже карьере направление, так как Микела поет больше классическую музыку. Я с ним потихонечку подтягиваю классическую, так скажем, базу, потому что я же училась в педагогической академии пять лет. У нас была тоже основа и классика, и музыка, и какие-то основы, и сольфеджио, и гармонии. Но в принципе, в общем, на данный момент я уже могу отдыхать. Уже когда мне люди говорят, вот нам нужно там ваше выступление, я уже спокойно просто звоню музыкантам и без всяких репетиций еду на работу, как на хобби. Для меня это вот такая вот… Как на работу. Нет, едешь на работу. Как на работу, да. Но для меня все-таки это такое хобби. Потому что в последнее время я немножко сейчас занимаюсь тоже с детками, преподаю. У меня есть мои студенты, у меня есть малыши, самые маленькие три годика. И я очень довольна тем, что у меня есть диплом, с которым я могу работать не только в Латвии, но за границей. И у меня есть определенные тоже как бы навыки, потому что мама с детства, конечно же, она преподавала, и в нашем доме звучал джаз. Это была самая лучшая школа. Я считаю, что вообще детей нужно с детства приучать к джазовой музыке, потому что джаз, он раскрепощает. Он дает абсолютно без ограничения, вот в гормональном гармонии, именно гармонию в музыке нету преград. Потому что гармония джазовая, она раскрепощает настолько музыканта, что после изучения гармонии джазовой человек может уже всё, абсолютно. Я на это уже как бы сейчас подвожу к этому своих всех студентов. И прямо вот, так скажем, прошу, чтобы слушали джазовых вокалистов и, ну так скажем, себя развивали в этом стиле. Диана, подожди, подожди, джаз, музыка – это элитарная музыка, и она сложная музыка для восприятия и без образования, если уж без музыкального воспитания слушать джаз неподготовленному человеку, как, впрочем, и классическую музыку, наверняка, было бы очень сложно. Сложно, согласна. Поэтому я и вот прошу, чтобы мамы ставили больше джазовой музыку. Которые, ну скажем так, ещё не близки к пониманию джазовой гармонии. Я думаю, что гармония, она в прямом и переносном смысле, конечно, является гармонией, потому что гармония – это музыка, это вселенская гармония, потому что всё состоит из колебаний. Если мы в физику немножечко заглянем, то получится, что весь наш мир, весь наш космос, макро- и микрокосмос – всё это колебание. И музыка, кстати говоря, до Пифагора люди думали, что музыка – это вообще божественная субстанция. Это Пифагор. Он рассчитал длину струны, поделил пополам и вывел гармонии, гармоники. То есть, как звучит там квинта, интервалы, всё такое. А до этого люди этого не знали, думали, что это просто от Бога. Вот так раз аккорд, доминанция. И сразу звучит красиво. Это звучит красиво только для подготовленного уха, а для человека обычного ему же попроще-то попсу слушать на самом деле. На самом деле может быть… Что для тебя джаз, работа духом, работа интеллекта, вообще что это такое? Джаз для меня – это состояние души однозначно, потому что не слушая джаз 2-3 дня, я начинаю завивать, как цветок без воды. Для меня джаз – это моя стихия, конечно же, в которой я очень себя хорошо чувствую. Мне не нужно никаких дополнительных каких-то гармоний, которые там действительно есть крэйзи-музыканты, так извините, что я назову, потому что существуют определенные стили фри-джаз, где углубляются очень глубоко. Я, конечно, не фанат. Психоделический джаз есть. Я такая, знаете, басановая, лёгкая, красивая, такая воздушная музыка, лёгкая, которая помогает людям дышать, чувствовать себя хорошо. И, кстати, я заметила, что джаз – это музыка, которая помогает людям даже немножко медитировать, потому что не впервые, наверное, многие говорят, «Вы знаете, вот когда послушаешь Фрэнка Синатра или Луи Амстронга или Элла Фиджеральд, ты чувствуешь себя гораздо лучше». Это, кстати, помогало моей маме тоже в паузах, когда у неё не было концертов, она всегда «Сарвон», «Элла Фиджеральд дома» звучала. У тебя есть какие-то знаковые, наверняка у тебя есть знаковые и песни, и исполнители, которые ты вот как-то могла бы выделить, определить, сказать, что вот они на тебя сильно повлияли в какой-то момент, и ты поняла, что… Ну вот, например. Ну, например. Знаковые песни. Есть у тебя вот что? Вот эта песня, она вот… «When the man loves the woman» – это известная песня, которую исполняли ещё давным-давно, до Майкла Болтона. Ну, так случилось по моей вообще карьере. Я встретила в Греции на конкурсе, вообще, который был, ну, так скажем, один год, к сожалению, но это был аналог Евровидения, «Евровой Song Contest». Там выступала, ну, такая, так скажем, певица известнейшая тоже во всём мире, Анастейша. Пел Энрике Глессиас, продюсировал всё это мой друг, знакомый из Италии, Чиро Орсини. И Чиро меня как бы вот уже с тех пор знал, и он привёз Майкла Болтона в Латвию. Мне позвонил, сказал, Дианочка, ты не согласишься для Майкла Болтона вечером попеть? Спеть эту песню. Я говорю, я? Я только за. Обожаю Майкла Болтона, его голос. Я просто на самом деле вот с детства слушала его и диски, кстати, Рэнди Краффорд тоже, это одна из моих любимых певиц. Я думаю, что в принципе как бы очень много, да, Тина Торнер, и даже Элла Фиджеральд, и Сара Вон, и, конечно же, есть многие многочисленные музыканты, которые мне нравятся вот просто послушать. Тот же Лу Эмстронг, да, хоть он не пел так много, но просто инструментальная музыка. Если сегодня ты слушаешь джаз, завтра Родину продашь. Какой-то был странный такой лозунг в Советском Союзе. И все-таки почему людям нужно слушать сегодня джаз, ну, как-то в двух, вот так вот, давай как-то заключение. Джаз нужно слушать, потому что... Потому что он помогает жить. Отлично. Что касается шоу-бизнеса в нашей стране, ты очень много сегодня вот рассказываешь о том, что у тебя какие-то гастроли заграничные, ты и на Мальте там. А что касается музыкального движения в нашей стране, вот как ты ощущаешь, и какую ты могла бы дать экспертизу на будущее, не знаю, ближайшее, может быть, какая-то... Да, я могу, конечно же, такую сказать нотку, может быть, не очень приятную, да, потому что на данный момент я работаю больше со стандартами в игре, но у каждого певца есть определенный стиль музыки, в котором он двигается. Я не двигаю популярную музыку, я не в ней пока что, потому что на это нужно очень большие средства, диджеи, дорогостоящие, обработка, аранжировки, да, это все мы не можем сейчас на данный момент сделать, потому что в Латвии, к сожалению, таких людей нет, которым бы я доверила свою песню. Несколько моих музыкантов, мы записали уже три альбома в студии Sound Division, с этими альбомами я, к сожалению, даже не могу выпуститься в Латвии, это очень сложно, то есть мне нужно иметь огромный капитал, чтобы вложить, заплатить кому-то. Я бы не хотела, допустим, издавать тот же альбом в Латвии, я бы хотела его издать на Sony, допустим, или Universal. У меня есть английский обалденный альбом, рождественский, да, с квинтетом. Вот уже два года он висит, да, так скажем, его не можем никак издать в Латвии. Почему? Потому что это неинтересно. Потом следующий вариант. Почему это неинтересно? Вот, я вот не могу понять, я заказываю, как бы, так скажем… Ситологические опросы. Да, ну, я спрашиваю моих знакомых, коллег, они говорят, да, в Литве можно там просто за деньги сделать эти диски, потом раздавать. Никто сейчас диски особо не слушает. Вот. Потому что всё делается через iTunes, да, и у меня, конечно же, есть определённый тоже, так скажем, пошаговый уже план есть, как это всё сделать, потому что в Италии, я нашла всё-таки в Италии и в России людей, которые готовы заинтересоваться тоже моим альбомом на русском языке, и в том числе у меня есть альбом на английском, да, но это как бы такой больше Evergreen, который не для одного поколения, для нескольких. Я не работаю на конкретно узкую, вот, допустим, вот молодёжь, там, допустим, до 25 или до 35 лет, мне 35, да, я как бы считаю, что нужно брать так, оп, пошире немножко, да. Чтобы всё время было зелёненько. Да, потому что я не знаю, вот у меня знакомые, они слушают и джаз, и популярную музыку, но как бы я не откажусь от предложений, может быть, сделать какой-то хит, потому что мы сейчас записали тоже обалденную песню «Улетаю», она в таком популярном стиле, как бы, да, но это всё было записано на студии, 7 музыкантов, когда я говорю, а может быть, на радио можно в этом стиле поставить? Нет, нужен хороший бит. Хороший бит – это значит, нужен диджей, который сделает, так скажем, подушку, подкладку для того, чтобы эта песня зазвучала на радио, чтобы её взяли, чтобы это был формат. Ну вот, то есть я ответила, наверное, на твой вопрос, пока что вот так. Что делать? Тебе за державу не обидно? Получается, что ты наша латвийская звезда, не побоюсь этого слова, и получается, что ты как-то работаешь не для той аудитории, не для своей родины. Не обидно ли за державу, и что в этом смысле, какие у тебя прогнозы, что будет дальше? Прогнозы у меня пока что… Я бы немножко воздержалась насчёт прогнозов, потому что вот у нас в Латвии немножко два разделения, да. Мы слушаем популярную музыку, телевидение, радио. Это круто, это здорово. Я вот, кстати, сейчас записала клип на песню «Ауга угрожения», но в джазовой обработке. И я знаю, что на латвийском телевидении обязательно возьмут эту песню, потому что песня замечательная, это наш фонд. И, кстати, песня вошла в латвийское радио, фонд, ну там у них идёт как зелта фонд, да, эту песню взяли и сказали, что мы хотим альбом, где же альбом? Я говорю, ну подождите, мы будем делать это всё пьяно-пьяно, ну, как говорится, медленно, потому что аранжировки нужны, это всё время. Это всё деньги. Да, и прогноз такой, что я надеюсь, что я буду делать, творить, и это будет востребовано, может быть, не на такие массы там большие, да, но это будет и качественный продукт. И в том числе это будет интересно и для нашего поколения, которое растёт, это наша культура, это наше развитие, развитие нашей страны. Да, очень обидно, когда получается, что когда музыканты творят, вроде бы что-то делают, всё красиво, всё получается, но это почему-то остаётся невостребованным, такое ощущение, что как будто в стол всё это делается. Но я думаю, что рано или поздно, в общем-то, классика же, она через время проходит, да, я думаю, что время как раз покажет. Я наткнулся, когда готовился к сегодняшнему интервью, наткнулся на фейсбуке, очень забавные у тебя перформансы, которые ты устраиваешь, то ли на остановках с живыми музыкантами, выглядит это очень… Это из Колдыги, наверное, на таком карете, такая музыкальная карета, наверное, это, да? У меня было ощущение, что это остановка автобуса, почему-то, я не знаю, это выглядело так, это живые музыканты, и вы играете очень-очень классный какой-то, какой-то приджазованный музон, такой латино, и я так и не понял, что это и откуда, расскажи немножко, что это за перформансы? Это то видео, о котором мы сейчас говорим, а, значит, совсем недавно меня пригласили в Колдыгу на замечательные там у них как бы дни музыки, и я выступала вообще впервые, впервые на таком интересном сооружении, которое привезли из Нидерландов, и я думаю, что в Нидерландах оно популярно, это как бы как вагончик или как маленькая карета такая, которая передвигается, где стоят клавиши, стоят клавиши, стоит маленькая барабанная установка, там же сижу я на стуле как будто в пиано-баре, да, и, значит, наш замечательный руководитель проекта «Лапети Пари», «Маленький Париж», у меня есть такой проект, он, ну, ходил вот рядом с этой каретой и создалось впечатление, что у нас такой музыцирующий оркестр, который плавно перетекает с одной точки на другую, и все люди, проходящие, они были… Передвижная сцена. Да, передвижная сцена и передвижное кафе в том числе. Да, такой как велосипед уже, это второе сооружение, велосипед в столике, бокалы шампанского на столе, люди садятся и слушают музыку лайв, а я с радиомикрофоном, и пианист играет джаз, ну, это супер. Ну, классно. Хорошо, Дианочка, да, кстати, надо было бы напомнить телефоны прямого эфира, если вдруг у кого-то есть вопросы к нашей Диве, сегодня, пожалуйста, милости, просим 67-212-939, и 67… так, подождите, 67-21-39-39, два у нас телефона, давайте еще раз, 67-212-939, это один телефон, и второй 67-21-39-39, звоните, задавайте вопрос, сегодня у нас Диана Пирекс в студии. Хорошо, хотелось бы такой, ну, традиционный вопрос наверняка задать, что в перспективе вот ближайшей вот совсем скоро, потому что работы, я так понимаю, с кем бы из интертаймента я не общался со своими коллегами, все говорят, что полный раздрай, непонятно, что происходит никакой, работы очень мало у музыкантов, что у тебя в этом плане? У меня, на самом деле, какие-то изменения в плане музыки произошли уже в начале июня, потому что люди открывают бизнес, допустим, там, уличные кафе, да я не отказываюсь выступать с джазовыми проектами на улице, в кафе, в ресторанах, для меня это как бы не, меня это совершенно не унижает, потому что есть вокалисты, мои коллеги, которые, ну, куда я пойду там петь, в бар или в ресторан, для итальянцев это вообще замечательно, давайте вспомним Леди Гагу, которая пела в ресторане, давайте вспомним замечательного тоже музыканта Фрэнка Синатра из Сицилии, да, он родом из Сицилии, почитайте историю вообще, где работали, и официантами работали, и я вообще считаю, что музыка должна звучать везде, и если люди приглашают, еще за это платят деньги, это вообще шикарно, и мы музыканты не отказываются. Понятие статуса для тебя чуждое, или все-таки тебе важно, в каком кафе играть престижно, респектабельно? – Я считаю, что, конечно же, ну, уровень, ну, допустим, там, ну, шашлычки, наверное, нет, потому что я не ассоциирую свою музыку, да, с таким маленьким… – На райончике. – Да, на райончике нет, наверное. Я даже готова просто вот поставить аппаратуру на улице, вот как сейчас было в Плябниках, и там в стропе мы пели. – Ты могла бы играть на улице, петь на улице, тебе не претит? – Нет, на улице, конечно, нет, нет, я считаю, что это уже совсем переходит все границы, хотя мои коллеги играют, для вокалиста я считаю, что нет, нет. Я имею в виду вот именно бэндом выступать в какой-нибудь, не знаю, ну, маленькой там атмосфере, там, в ресторанчике, это круто, мне нравится эта история. – Много работают тебе сейчас? – И очень много, на самом деле люди очень отзывчивые, они вот звонили уже с июня, вот июль, август, мы пока что никуда не улетали, все время работа в Латвии, я, конечно, еще преподаю тоже, основные мои тоже, ну, как бы студенты звонят, и очень они после того, как снялись эти ограничения, уже все просто, ну, хотят заниматься вокалом. Отлично, значит, следующий этап, я думаю, что же нам надо сделать с Микелло, потому что Микелло все-таки из Сицилии, он не говорит на латышском, на русском и на английском, итальяно веро, в Италии мало кто говорит на английском, но, к сожалению, может быть, для кого-то сегодня будет сюрприз, что он не может тебе ответить на английском, я знаю, что ты перфектно говоришь на английском, но я могу с ним немножко по-итальянски поговорить, парля итальян. Было бы интересно узнать, каким... Есть проект один новенький, да, могу рассказать. Да, вот что вы вместе будете, кроме того, что у вас, это здорово, когда люди живут вместе, занимаются общим делом, это, ну, я не знаю, это называется единомышленнее, это очень важно в паре, но что-то вы покажете на свет? Да, у нас вот буквально совсем недавно были переговоры с замечательным струнным квартетом, я думаю, что это будет большой, так скажем, скачок для роста в карьере Микелла, еще будет замечательная певица из Бразилии, солистка оперы, нашей национальной оперы, Марьяна из Бразилии, кстати. То есть у нас будет такой тендем, где опера встречается с джазом, When the Jazz Meets Opera, и там будет в основном только лайф, это будет струнный квартет, в сопровождении, значит, струнного квартета будет выступать Микелла, он будет петь классику, будет петь Марьяна, тоже классику, дуэт, они вместе споют, и я буду петь джаз под струнный квартет. Вот такая вот будет, у нас будут две скрипки, альт и челло. И когда это можно будет послушать? Это вот в сентябре, вот уже буквально скоро мы сделаем анонс, но это будут такие больше концерты камерные, камерные, не для, ну, такой широкой аудитории, она любителя. Это будет, скорее всего, в одной из Муиш, мы вот сейчас уже место, в принципе, нашли, скорее всего, тут лепопись Муиша, и два будет еще музея таких красивых, где действительно, ну, устраивают концерты, ну, такую на закрытую аудиторию, да. Билеты, конечно, будут продаваться, как обычно, не будем говорить, где, скорее всего, в интернете, там этот билеж, сервис, да, и все. Но мы еще пока этот проект не запустили, мы его запустим буквально в конце августа, на сентябрь. То есть в сентябре будет четыре концерта, эти концерты пройдут, я надеюсь, с большим успехом, потому что такого в Латвии еще не было. Все-таки у Микела папа, тоже оперный певец, у него баритона, а у Микела тенор, он тенор с Кура. И когда мне Микела рассказал, что папа пел вместе с Марией Калос и с Джозеппе Ди Стефано в опере в Сицилии, я говорю, не может быть, я говорю, почему папа прекратил петь? Ну, он ушел в бизнес и так далее. Я говорю, он знал, что ты будешь петь? То есть когда папа уже ушел в 2001 году, так скажем, он уже не с нами, не, так скажем, он умер, да, и, к сожалению, конечно же, бывает так, что папа даже не знал, что его сын будет петь. То есть после смерти отца он начал заниматься приватными уроками, частные уроки у двух ведущих артистов опер в Италии. И вот за 10 лет он как бы вот себя, так скажем, восстановил и не пел. Много лет не пел. Он мне сказал, что он не пел, для него это было хобби. И только постречавшись со мной, начал опять петь. Белисимо. Ты когда я познакомился, веро? Да, я когда я познакомился, когда он со мной познакомился, да. Это был Сан-Жулиан. И мне понравилась эта девушка cantando «Елизир Д'Амор» «Уна фуртива лагрима». Он для меня пел замечательную композицию «Уна фуртива лагрима». А познакомились вы в баре в караоке? В караоке-бар. Си-си-си. Ну, да. Это был караоке-бар. И я помню, что он мне сказал, чтобы мне писать еще две песни, между которыми я не спрашивала «Нессун Дорма» и «Ла Донна Моббила». Он помнит, что когда мы познакомились, когда услышал хозяин этого места, этого караоке-клуба, причем совершенно маленький клуб, где не было никого вообще, поверьте, вообще никого. Только я одна и он. Какая лапстория. Ну, я была с подружками, да. Они все это еще снимали на видео. Я вот что-то выкладывала в фейсбуке, а никто не верил на самом деле. И он сказал, что вот хозяин этого клуба, после того, как услышал Микела, как поет, попросил еще спеть две песни. Какие песни, какие песни другие? Три? Что ты читаешь? Бээ, мне очень нравятся мои песни Андрея Буcellи, например. Ты знаешь, какие песни ты читаешь? Мы читали diverse песни, в которых «Уна Фортива Лагрима», «Нессон Дорма», «О Соли Мё». Кстати, «О Соли Мё» это вообще замечательная композиция. И я очень рада что мне Микела открыл наши такие горизонты в итальянской музыке, потому что в Италии поют все шикарно. Вот просто вот, положа руку на сердце, я бы, не знаю, просто вот поклонилась перед грузинами, перед итальянцами, потому что, ну, что не рождается человек, так рождаются сразу вот артисты. Вот и шли тоже очень музыкальная нация. Конечно. Ну, голоса, понимаешь, это всё-таки. Связь, она вот сейчас воочию наблюдается нами. Ну и очень здорово, что у тебя, ты как-то смотришь в перспективу с оптимизмом. Я вижу, что ты работаешь над музыкой, вообще творческих у тебя планов достаточно для реализации. Очень много, да, да, да. И сейчас, кстати, на самом деле, последняя тенденция в Латвии, многие люди слушают классическую музыку. Для меня это просто, так скажем, открытие, потому что я не знала, вот я буквально на этой неделе вот мы были, мы проходили мимо уличного кафе, на пляже, в Юрмале, и услышали нашу знаменитую группу «Джипсимания», с которой, ты помнишь, я работала, и у нас, конечно, сохранились хорошие, теплые отношения. И я говорю, а можно вот Микела споет одну-две песни? Конечно. Согласились, и он, значит, на море при закате спел, и все люди снимали, и мы вот сейчас вот уже это поставили в Фейсбук, я не знала, что уже будет почти десять тысяч просмотров. Я думаю, господи, ну неужели? Как тебе повезло, ты уже популярнее, чем я. Хорошо. 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 Ну что ж, здорово. Я так полагаю, что нужно было бы как-то внимательнее следить за рекламой, да, потому что я, честно говоря, очень заинтересовался вот то, о чем ты сейчас говорила, этим выступлением, которое будет в сентябре. Как, кстати, оно будет называться? Я говорю, «When the jazz meets opera», когда джаз встречается с оперой. Но сегодня у меня концерт, я хочу тоже всех пригласить, так как Риги Светки, да, у нас на данный момент в Риге у нас такое там бурное, там бурное мероприятие. «Дом Эдарс», это Домская площадь, и я буду петь недалеко от Домской площади, там будет также большой экран, там будет трансляция концертов. Насколько? И с полвосьмого уже мы будем работать с замечательным проектом «Le Petit Paris», как раз таки о том проекте, о котором мы сегодня говорили на этом… Где я подумал, что это на остановке? На остановке, да. Ну вот это будет акустический проект, аккордион, контрабас, тромбон и вокал. Я приглашаю всех, и кто не сможет прийти сегодня, тогда это будет еще в следующую пятницу, 21-го числа. Ну, дни города только начинаются. Лаурис Саммонтовс, да, наш замечательный руководитель «Мираж оркестра», ну, он очень талантливый и музыкант, и тромбонист. Я думаю, что всем очень понравится этот концерт. Приходите. Дорогие друзья, если вы действительно хотите приобщиться к возвышенной музыке, милости просим на концерты. Значит, сегодня в течение недели вообще следите за творчеством Дианы Пирекс, слушайте джаз. И джаз, и латино, и популярную музыку. Я призываю вас слушать ту музыку, которая вам нравится, и чтобы у вас, ну, так скажем, было настроение от той музыки, которой вы получаете удовольствие. Это та музыка, которая вас также лечит изнутри, лечит души. Я думаю, что у каждой музыки есть терапевтические, так скажем, свойства. Обязательно. Однозначно. Пиши музыку, приноси на радио Болтком. С удовольствием. Я думаю, что твоя музыка как раз является по формату, потому что радио Болтком для интеллигентных людей. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо.